С начала пандемии коронавируса участились случаи мошенничества. Сегодня главным, но не единственным оружием злоумышленников является интернет. Они постоянно совершенствуют методы обмана доверчивых граждан – звонки по телефону, вирусные ссылки, сообщения в социальных сетях. Они действуют сотнями разных способов. Если раньше в сети мошенников попадали только незащищенные слои населения, то сегодня обманутым может стать каждый. Как не попасться на уловки злоумышленников, мытищенцы делятся своими историями. Да, я реально испугалась. По поводу карты звонили, пытались на какие-то действия сподвигнуть, но очень много сейчас рекламы о том, как себя защищать, так что не получилось. Звонят постоянно, просто не поднимают трубку и все, не отвечают. И проверяю потом по интернету, там можно проверить, мошенники или нет. Специальное приложение у меня тоже на телефоне установлено, где нужно номер телефона пробивать. Помогает? Да, да. Когда нежелательные звонки идут, то есть не берешь, например, а потом этот номер забиваешь в программу, смотришь уже кто. И либо перезваниваешь, если это нужный звонок пропущенный, ну либо, соответственно, блокируешь. На телефон я не отвечаю, на звонки я уже осведомлена из источников информации, поэтому вот. А вот так вот с компьютерным мастером, который вот на столбах висят объявления, очень осторожны. Кого я пустила, я сама не знаю, потом уже только помнилась. Больше информации получать о том, как они действуют, как действовать в таких ситуациях, если позвонили. Старшему поколению объяснять, что надо делать в таких ситуациях. Так что все от нас зависит, от сознательности.